Мы продолжаем эта информационно-аналитическая программа «Будь в курсе». С вами Евгений Маслов, Евгений Стрельцов и к нам присоединились гости. У нас Ханс Мартин Флейшн, фотограф и журналист, вообще человек-оркестр. Сегодня мы это точно увидим. И нам будет помогать Владимир Абашник, потому что сейчас мы переходим на немецкий. Гутен Таг. Добрый день. Добрый день. Да, о Хансе. Несколько слов о Хансе. Всю программу вы могли наблюдать за спиной, такую огромную конструкцию. Это часть Берлинской стены, а вернее ее копия. И Ханс, мы дальше посмотрим фотографии, Ханс путешествует с ней по разным городам. Он был и в Париже, и в... Ну, естественно, он ездил по Германии, он был во Львове, в Киеве. И он не просто ее выставлял, но предлагал прохожим поучаствовать, повзаимодействовать. Это перфоманс такой. Да, самая настоящая перфоманс. Она изначально была белая, и вот она теперь превратилась в то, что вы видите. Да, и сейчас, ну как это, берлинская стена, в общем, для Европы это символ. Ну, символ, символ, как это, границы, которые, как китайская стена в Азии, берлинская, в Европе восточной, да? Я даже могу сказать, что это символ для всего мира, поскольку речь шла о символе, как разделение всего мира на две части. А для всех в Германии это символ, этот символ, как это, ну, радость, то, что его снесли. Или есть люди, которые говорят, да не надо было обстояло. А для всех в Германии, что это символ вернулось? Или многие думают, что это лучше, если это символ как-то здесь было? Ну, ну, конечно, это было бы лучше, если больше, чем-то, 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 чем-то. Конечно, может быть, в качестве памяти и неплохо было бы сохранить какие-то части этой стены, чтобы помнили люди и будущее поколение. Но, в принципе, я думаю, все немцы, хотя и не все говорят об этом, очень рады, что этот символ был снесен. Потому что у нас не снесли Ленина, а часть людей хочет восстановить его. Потому что у нас Ленин-Денкмал, который был уничтожен, и частью людей, чтобы уничтожить его снес. Когда в стране происходят перемены, то, конечно, очень часто сносятся все символы, какие бы они ни были. Может быть, важно было бы задокументировать некоторые эти символы. Я приведу примеры, как было в Германии. Помимо Берлинской стены снесли так называемый Дворец Республики, и сейчас собираются восстановить там новое здание, но вовсе не вписывается в то, что было там. Ханс, с чего для вас начался этот проект? Когда вы поняли, что вы хотите именно так его реализовывать? Потому что вы побывали много где. Я, кстати, предлагаю посмотреть фото, пока мы обсуждаем. Ханс, вопрос о вашем проекте. Как вы начали этот проект? Вы посетили разные страны и страны? Как был начальник? История очень длинная, но я попытаюсь очень кратко. Значит, здесь вы видите картинку. Там был первый разрез сделан на берлинской стене в районе Поддамской площади. Мы видим внизу слева нацистский крест, а справа серп и молот. И они разделены пополам. То есть фон изображает так называемый Пакт Гитлера и Сталина, который начался с аннексией прибалтийских государств. Эту картинку, которую вы видите, там четырех штук не хватает кусочков. Я их купил для себя и планирую будущим подарить будущему музею как напоминание о том, что они стояли там и что там было. Поэтому я в это время очень сильно занимался изучением истории, в особенности Пакта Гитлера и Сталина. Сейчас я несколько картинок в сторону отложу, потому что их здесь много. Здесь вы видите карту. И на карте изображено разделение географическое в восточной Европе согласно Пакту Гитлера и Сталина. Там есть небольшое село, оно называется Ужок. Оно находится на территории современной Украины, сейчас в Закарпатии. С помощью электронного устройства я установил, где именно центр Европы находится, и поехал туда, Ужок. Встретил этого селянина, Миша его зовут, в селе Ужок. И объяснил этому Мишу, что в его огороде... Начинается Пакт Гитлера и Сталина, именно в Огороде и в Саду. Вот здесь, в том месте, где я поставил эту картину. Это один из примеров моего проекта, как хорошо наглядные предметы возить с собой, чтобы показать, где начинается та или иная история. Но это глобальный символ, я бы сказал, потому что его распознают не только там, но в любой части. Например, когда я приехал в Харьков, его можно сложить в багажник автомобиля, раскрыть, и люди сразу видят, откуда этот символ прибыл из Берлина. Вы сегодня, кстати, раскладывали стену, и мы успели опросить нескольких харьковчан, узнать у них, что такое для них Берлинская стена. Это сделали Диана Вердиан и Медина Бондаренко, наши молодые журналисты и стажеры. Давайте посмотрим, что они узнали сегодня в Харькове. Что такое Берлинская стена? Ну, это, конечно, Берлинская стена, это стена, которую воздвигли после окончания Второй мировой войны, когда был раздел Германии. Вот, и уже с воссоединением эту стену как бы разрушили, и тем самым было воссоединение ФРГ и ГДР. Берлинская стена, это стена, разделяющая Германию на две части. Одна, по-моему, была ФГДР, Федеративная республика Германия, а вторая не помню. Вроде все. Ну, это стена, которая разделяла Германию на две части республики Германия. Да? Да. Ну, я считаю, что Берлинская стена, это как бы... Это преграда стоит между двумя общими, между, 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 может состоять, между семью, между родственниками. Ну, я считаю, это преграда, которая не нужна. Спасибо. Спасибо большое. Вот нужно сейчас просто обязательно напомнить, что 9 ноября, 25 лет назад стена упала. Те, кто сейчас вот отвечал на вопросы, они явно моложе. Да, гораздо моложе. Вообще, последний, кстати, ответ девочки такой... Когда я сначала смотрел это видео, да, перед тем, как мы готовили эфир, мне казалось, что он какой-то несколько наивный и... Вот сейчас мы посмотрели, и совсем по-другому я его понял. Более философский. Да, разделение семей. Действительно, стена прошла не только через между странами, она прошла по сердцам, по душам. Действительно, все говорят о том, что это просто разделение и все. Никто не говорит, что это было разделение, что это символ на самом деле, который вообще для всей Европы, для всего мира был символом деления на два мира, который вдруг рухнет. Действительно, просто по-другому, но никто не говорит, что это символ, символом деления на две части. Да, конечно, и особенно по-другому, что это деление Европы. И прежде всего символом разделения Европы. В 1989 году мы в Берлине чувствовали это все, что уходит конфронтация, все, мир становится более близким. Друг другу и мирным, и нас ожидает светлое будущее. И я думаю, что эти надежды, которые были выражены в качестве обещания, будущего обещания, нужно вернуть. И в первую очередь потому, что Украина также Европа. Как у вас складывалось в Киеве на Майдане взаимодействие с людьми? Много же написали? Как у вас на Майдане взаимодействие в Киеве? Очень впечатляющий на меня взаимодействие. Очень впечатляющий на меня взаимодействие. В ноябре прошлого года, когда все начиналось, я чувствовал такое воодушевление, значит, сносит Олигархов, сносит Коррупцию, строится новое гражданское общество в Украине. Когда началось насилие, когда начали убивать мирных граждан, когда эти люди начали сопротивление, совсем изменилось по-другому мое мнение. Для нас и для меня было в многом не понятно, как это так, Россия, вот одним движением руки, сказала, для нас этот Будапештский меморандум ничего не значит, мы оккупировали Крым и так далее. Еще, вот, как по-вашему, Украина похожа на Германию? В Украине тоже говорят Восток и Запад, Восточная и Западная, да? Это, причем, все время, как это, на уровне пропаганды происходило. Похоже это на ситуацию Восточная, Западная и Германия? Как это получается, как в России, в Крыме, в Украине, в Украине и в осте. в Украине. Это выглядит пропагандой, но как вы понимаете это? Как вы понимаете в Украине эту часть между Остом и Вестом в Украине? Конечно, есть отличия. Я был первый раз в Шарьков, я был в Киев, и вы видите, что это немного разница. Люди выглядят немного разнообразно. Конечно, есть отличия разные. Я впервые приехал в Харьков, до этого был в Киев. Здесь несколько людей другие, архитектура даже несколько иная. Но это вовсе не является основанием, чтобы разделять Украину на две части, потому что у нас в Германии также есть отличия, например, если взять северную часть, восточную Фрисландию и южную Баварию, это тоже два разных региона, которые не меньше имеют отличия, чем у вас восточная и западная Украина. Ну да, Мюнхен и Гамбург. Да, 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 конечно. Это, что я хотел бы сказать, с моей точки зрения очень важно. Для меня остается до сих пор загадкой и непонятным. Ведь я в Берлине знаю очень много русских. Я был на автомобиле в Архангельске в разных регионах России. Для меня вовсе непонятно, как могут русские поддерживать такую ужасную политику, которая проводится в отношении Украины. Я предлагаю в конце программу повзаимодействовать со стеной. Да, экшн. Потому что... Можно мы тоже оставим какие-то... Да, да, здесь. А где что написано, кстати? Вас из Кишлини. Кто где писали? Вову, это из Кишлини. Инверситута. Ну да, это здесь... На верху, на Бранденбургских воротах, это в Берлине. Париз. Это в Париже написано. В Париз. Это в Оранж. Оранжевая линия. Это в Берлин, Пotsdamer Platz. В Берлин, Пotsdamская площадь. И все, что здесь вы видите, желтое и синее, это Киев, Майдан. Все там было написано. Смотрите, тут написано. Лопайте эту скалу, не хай ни жар, ни холод, ни спинит вас. В Харькове, кто-то написал, что не будет? Есть кто-то в Харькове? Еще нет. Давайте мы напишем, у нас еще есть совсем много времени. Нумер один. Вы будете первыми в Харькове, пишите. Что напишем? Ваш шайбе. Это свободно. Предлагайте. Все свободно. Предлагает Украина едино. Где можно написать? Где? Благословение. Украина едино. Мы выходим из эфира. Украина едино. У нас были в гостях Hans-Martин Флешер и помогал общаться Владимир Абашник. Увидимся в четверг. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»